Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Вести Молдовы». Для начала, как всегда, коротко о главных событиях дня. Приключения новогодней елки. Вместо радости, интриги, скандалы, расследования. Детский утренник как повод для конфликта. Чтобы снять противоречия со следующего года, деньги на подарки малышам будет выделять мэрия. Полный провал. В одном из районов Кишинео асфальт ушел под землю. А теперь обо всем этом и многом другом подробно. Начнем со скандальных новостей, которые начали широко обсуждать еще на выходных. Елка уже на месте, а скандал продолжается. На этот раз споры и шквал эмоций как у горожан, так и у политиков вызвала ее установка. В частности, представители либеральной партии окрестили новогоднее дерево олигархическим и призвали граждан задуматься о своем присутствии на ее официальном открытии. А исполняющая обязанности градоначальника Сильвия Радо, в свою очередь, заявила, что начнет внутреннее расследование по делу елки. В минувшие выходные 3 декабря на площади Великого национального собрания в Кишинео с утра установили главную новогоднюю елку страны, которую привезли из Украины. Однако ее удручающий внешний вид и почти до середины дерева обломанные ветки не могли не возмутить жителей столицы. Волна негодования обрушилась со стороны интернет-пользователей не только на ель, но и на исполняющую обязанности мэра Сильвию Радо, которая является ответственной за данный процесс. Она же, в свою очередь, принялась решать проблему незамедлительно. Буквально через несколько часов злосчастному новогоднему дереву была найдена замена. Ель была срублена во дворе детского сада на Ботанике, а затем установлена и наряжена на площади Великого национального собрания. Затраты Сильвия Радо оплатила за свой счет. Понравилась ли новогодняя елка жителям Кишинео, выясняла наша съемочная группа. Ей что нравится, почему нет. Она очень красивая, смотрится хорошо, игрушки полно есть. Что сказать, если хорошо? Вроде как ничего. Симпатичная елка. Мне кажется, она хорошенькая. Сейчас красиво. Я видела другую елку несколько дней назад. Она была ужасной. Если вид новой елки, установленной на центральной площади жителей столицы, порадовал, то факт того, что срублена она во дворе детского сада, многих огорчил и даже возмутил. В лесу их нету. Или там могли найти в деревне где-нибудь. В деревне есть елки хорошие, красивые, высокие. Но с садика не надо было резать. Это нарушение закона, уголовное дело. Но это ненормально. У них должна была быть авторизация. То, что они вышли из ситуации, хорошо. Но надо выходить из ситуации в соответствии с законом. О законности вырубки ели в детском саду говорит также представитель либеральной партии Валерий Мунтиану, экс-министр окружающей среды. Он утверждает, что дерево было спилено незаконно и мэрия должна взять на себя за это ответственность. Кроме того, он призвал граждан задуматься о том, стоит ли идти на торжественное открытие. Эта елка не может быть признана ни елкой Республики Молдова, ни елкой Кишинеу. Это олигархическая елка, а не публичная елка. Поэтому жители столицы и граждане Молдовы должны задуматься о том, стоит ли идти на ее официальное открытие. Раду должна лично ответить за деньги, которые были выделены из муниципального бюджета на все эти цели, которые всего составляют минимум 100 тысяч леев. В свою очередь, Сильвия Раду назвала ситуацию с доставкой новогодней елки в Кишинеу фарсом и саботажем. По ее мнению, он был инициирован либеральной партией. И чтобы доказать это, глава столичной администрации распорядилась начать служебное расследование по этому поводу, в ходе которого также будет решен вопрос, связанный с финансовой частью. Существуют легальные процедуры, которые последуют. Существуют юридические нормы, которые все должны уважать. Есть правосудие, есть все процедуры согласно закону. Я не могу заставить кого-то платить, если это не по закону. Надо установить причины. Есть процедуры, которые необходимо выполнить. И так будет со всеми проблемами, которые будут в муниципе. Что же касается обвинений Валерия Мунтиану о незаконной вырубке ели, Сильвия Раду опровергла эти заявления. Отметим, официальная инаугурация елки состоится сегодня на площади Великого национального собрания в 18.00. И еще на тему стремительно приближающихся праздников. Со следующего года новогодние утренники в детсадах в муниципе будут устраиваться за счет муниципального бюджета. Такое предложение на сегодняшнем оперативном заседании мэрии выдвинуло исполняющие обязанности городоначальника Сильвия Раду. Дело в том, что вопрос организации праздника перерос в серьезное противоборство родителей. Одни согласны, другие нет. Об управлении образования лишь разводят руками. Устраивать новогодние утренники или нет? Сегодня во многих столичных детсадах это стало неразрешимой дилеммой. Одни родители согласны тратить деньги на праздник, другие нет. Конфликт дошел до того, что представители двух противоборствующих лагерей пригласили в мэрию. Но даже после дискуссий с чиновниками, каждая сторона осталась на своей позиции. Решить проблему не могут и в управлении образования, потому как поисками Деда Мороза, выбором подарков, а также сбором средств на все это занимаются сами родители. А значит, ими решать, заявила на оперативном заседании мэрии, исполняющей обязанности главы ведомства Верико Негрей. Мы не можем запретить родителям собирать деньги на праздник, на подарки, которые им вручат Дед Мороз. И с другой стороны, не можем обязать тех, кто против организации праздника. Раз так, все расходы должен взять на себя муниципалитет, чтобы не дискриминировать детей, заявила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду. Это можно было бы устроить и в этом году, если бы управление образования умерило расходы. Если бы управление образования не приобрело автомобиль стоимостью 35 тысяч евро, то на каждого ребенка пришлось бы по 18 леев, за которые можно купить по подарку хотя бы с тремя конфетами. Идею запланировать в бюджете средства на подарки детсадовцам глава управления образования поддержала и тут же уточнила, что мэрия никогда не брала на себя такие расходы. До сих пор, насколько мне известно, управление финансово отказывало в выделении средств на такую статью расходов из бюджета, потому как суммы слишком большие. В настоящее время в муниципе Кишинеу работают более 150 детских садов. Продолжим тему новостей столичных. Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду объявила войну сексизму. Она предупредила, что не позволит ни одному представителю мужского пола унижать сотрудниц мэрии и пользоваться их слабостью. При этом в первую очередь она подразумевала вице-председателя либеральной партии Валерия Мунтиану. Еще Раду пригрозило уволить всех тех, кто отказывается работать и выполняет партийные указания. Сегодняшнее оперативное заседание мэрии опять началось с нагоняя. Сильвию Раду возмущает отношение к работе отдельных подчиненных. Она предупредила, что тех, кто во все уши слушает, что говорит партия, за уши из мэрии выведут или, проще говоря, уволят. В чей партийный огород метнулся камень, гадать не пришлось. Раду заявила, что вице-председатель либеральной партии Валерий Мунтиану саботирует работу мэрии, раздавая однопартийцам указания, что делать и как себя здесь вести, в том числе с женщинами. Господин Мунтиану публично дискриминирует женщин. Если у него растет борода, это еще не значит, что он превыше того, кто разного с ним пола. Я не позволю и не буду потакать этому женоненавистничеству, которое пропагандируется в обществе. Пока я буду в мэрии, дискриминации не бывать, предупредила Раду. Валерий Мунтиану же на ее обвинение молчать не стал. Меня обвинили в женоненавистничестве. Не знаю, понимает ли она смысл этого слова. Последнее, в чем меня обвинили, что я плохо обращаюсь с женщинами. Это меня сильно задело и обидело, потому как у меня дома пять женщин, жена и четыре дочки. Прокомментировал заявление Сильвии Раду и лидер либералов Михаил Гимпу, который считает, что исполняющая обязанности градоначальника должна подать в отставку. Он уточнил, что знает Раду давно и ему жаль, что она вступила в политические игры. И еще на болевших проблемах главного города Молдовы. Перестал идти дождь, начались проблемы. После обильных осадков в последних дней на некоторых улицах столицы образовались ни больше, ни меньше настоящие траншеи. Такую картину, например, можно наблюдать на перекрестке улиц Буребиста и Читате Албы, где асфальтное покрытие недавно отремонтированного участка провалилось. Ситуацию проинспектировала наш корреспондент Наталья Фомина. Улицу Буребиста ближе к перекрестку с Читате Албы невозможно пересечь без того, чтобы случайно не наступить в лужу или грязь. А некоторые места приходится перепрыгивать. Из-за обильных осадков во многих местах под землю шли целые куски асфальта вместе с дорогой, бордюром и тротуаром. В них уже начал скапливаться и мусор. Осадки в очередной раз превратили улицы столицы в дорожку с препятствиями. На этот раз дождь не пощадил сектор Ботаника. Тротуара здесь практически не осталось. Вместо него в асфальте 10-метровая дыра. Остается в очередной раз задаться вопросом о качестве дорожного покрытия, если даже обычный дождь создает препятствия для пешеходов. Пожалели асфальт. Это что, асфальт? Это вообще не асфальт. Это смола с ребенком. Давно ремонтируют. То здесь была яма, то песок, то еще что-то. Вроде бы обрадовалось, заасфальтировали. Теперь опять же тротуар просто не пройти, не проехать. Не можем элементарно просто выйти на прогулку с ребенком. И люк, рука, кот, аша. Понятно, что работа была сделана на скорую руку. Что еще сказать? Работа не была сделана качественно. На примере улицы Буребиста некоторые жители Кишинел судят и о качестве ремонта улиц во всем городе. Ну а дороги у нас никак не ремонтируются, потому что нету тех стандартов, которые, как говорят, в Европе. Взяли, налатали, тяп-ляп сделали. Сейчас опять должны из казны какие-то деньги тратить, чтобы опять починить. Глава пресс-службы столичной мэрии сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом РТР Молдова, что работы по восстановлению дорожного полотна на улице Буребиста будут проведены в течение этой недели. В то же время он не уточнил стоимость проведенного здесь недавно ремонта. По данным метеоролога, воссадки в столице ожидаются завтра, а также в среду и воскресенье. Другим темам. За последние три дня по всей стране было зафиксировано 500 случаев превышения скорости со стороны водителей. Кроме того, находясь за рулем, люди зачастую не соблюдают и другие правила и игнорируют дорожные знаки. Такая ситуация сегодня для одного водителя такси в столице закончилась довольно-таки плачевно. Перекресток улиц Белинского и Никулыча в столице. Один лихач подумал, что проскочит, но не получилось. В результате столкновения машина службы такси лежит, опрокинувшаяся на бок, а водитель и его пассажиры когда оставлены в больницу. Чуть больше повезло водителю грузового микробуса. Пострадала только машина, сам же он отделался шоком. По словам шофера, виноват в аварии водитель такси, который не уступил ему дорогу на перекрестке. Я ехал по главной, он по второстепенной, меня не пропустил. Пролетел, вот пролетел. В комментарии для РТР Молдова глава прислужбы муниципального инспектората полиции Наталья Стати рассказала, что водитель такси и его 25-летняя пассажирка доставлены в больницу скорой помощи. По предварительным данным, таксист не уступил дорогу грузовому микробусу. Если травмы, полученные пострадавшими, будут легкими, ему грозит 6 штрафных очков и штраф в размере 1500 леев. Если же телесные повреждения окажутся средними или тяжелыми, он будет преследоваться в уголовном порядке. По данным Национального инспектората патрулирования, за последние трое суток в стране произошло 25 серьезных ДТП. В результате один человек погиб, 25 получили ранения. Права национальных меньшинств все более ограничиваются в нашей стране, что идет вразрез с принципами и содержанием актов международного права. К такому выводу пришли участники Страновой конференции российских соотечественников в Молдове. На мероприятии обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются представители русской национальности, проживающие в нашей республике. В мероприятии приняли участие представители организации российских соотечественников в республике, а также посол России в Молдове. Проблем, с которыми сталкиваются нас меньшинства на территории Молдовы, немало. Основные из них были озвучены на Страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Молдове. В частности, были затронуты проблемы ограничения прав, миграции русских из страны, ухудшения ситуации с образованием на русском языке. Затронули и тему частых запретов на въезд в нашу страну российских граждан. Первое дело, конечно, это наша школа русского языка обучения, это обучающая программа, это библиотека, это литература. И в этом плане у меня есть сразу предложение, чтобы в рамках Организационного совета, чтобы усилить направление, создать специальную комиссию, пора уже консольверсию вокруг этой комиссии по вопросам образования. Участники Страновой конференции осуждают многочисленные запреты на въезд в Республику Молдова российских журналистов без объяснения причин, что наносит ущерб удовлетворению культурных запросов российских соотечественников и ухудшает молдороссийские отношения. Но, несмотря на препятствия, в Координационном совете российских соотечественников утверждают, что будут продолжать работать над социальными проектами в Республике. Речь идет об организации серии мероприятий в честь Дня Победы, реставрации памятников, работе с молодежными организациями по всей стране. 75-летие Победы под Сталинградом, Курской битвы и Днепровской операции будут широко обсуждаться и отмечаться юбилейные даты. 310-летие Антиоха Кантемира, 200-летие Федора Тютчева, 200-летие Ивана Тургенева, 150-летие Максима Горького, 100-летие Александра Солженицына и других известных фигур в истории. В этом году мы основной акцент сделали на работу в регионах, но и не забывали, конечно же, Кишинев. В следующем году мы продолжим такую деятельность и будем стараться проводить по Республике повышение квалификации, семинары. Будем передавать в подарок учебным заведениям русскоязычную литературу. По данным Координационного совета российских соотечественников, сейчас в Молдове проживает около 113 тысяч русских. Их количество за последние 25 лет сократилось вдвое. И еще о новостях международного сотрудничества. У миссии Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине новый руководитель. Им стал представитель Польши Славомир Пихором. Он подчеркнул, что главным приоритетом его работы будет полное приближение к европейским стандартам, процедурах управления границей в регионе и дальнейшее содействие регулированию Приднестровского конфликта. Миссия «Еубам» работает в Молдове и Украине с 2005 года. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Со 2 декабря в Кишинел запущен новый автобусный маршрут номер 50. Автобус будет курсировать по проспекту Юрия Гагарина до улицы Табакарея Веки. Путь следования у него следующий. Проспект Юрия Гагарина, проспект Дмитрия Кантемира, улица Измаил, Каля Басараби, Табакарея Веки. В обратную сторону улица Табакарея Веки, Каля Басараби, Каля Мошелор, Измаил, проспект Дмитрия Кантемира, проспект Юрия Гагарина. Маршрут номер 50 экспериментальный. Он будет действовать до 1 февраля 2018 года. Стоимость проезда, как и на остальных городских маршрутах, три лея. 2 декабря во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное столетию Молдавской Демократической Республики. На собрании выступил президент Молдовы Игорь Дадон, который отметил значимость этой даты в истории нашей страны. Прозвучали и доклады известных молдавских ученых. В программе празднования состоялся также показ второй серии документального фильма «История Молдовы» и открытие выставки исторических знамен Молдовы. Председатель Молдовского парламента Андриан Канду находится с двухдневным официальным визитом в Латвии. Он совершает поездку по приглашению своего латышского коллеги Инаре Мурднийца. В программе визита встречи с руководством страны и другими официальными лицами. На сегодняшний день между Республикой Молдова и Латвии подписано 29 двухсторонних соглашений. Мэр города Тараклия Сергей Филиппов избран первым секретарем Комитета партии коммунистов района Тараклия. Соответствующее решение накануне принял актив партии. Сергей Филиппов ранее избирался в парламент страны по спискам партии коммунистов. Но в 2011 году выиграл местные выборы в Тараклии и сложил с себя депутатские полномочия. В 2015 году Филиппов заявил о своем выходе из ПКРМ и во второй раз выиграл приморские выборы с первого тура в качестве независимого кандидата. В марте 2017 года Сергей Филиппов вновь вступил в партию коммунистов. Введены новые налоги для владельцев собак. Так, по предложению Главного управления финансов, хозяева животных должны будут платить 120 леев в год. Соответствующий законопроект о местных сборах на 2018 год утвердил в первом чтении муниципальной советки Шинел. Ко второму чтению планируется внести предложение и для определения источников дохода для обустройства общественных мест для выгула собак. Продолжаем выпуск. Группа молдавских журналистов объявила о том, что намерена взять интервью у экс-премьера Влада Филата, отбывающего заключение в тюрьме номер 13. Представители СМИ уверяют, что зарегистрировали свое ходатайство в соответствующих учреждениях. Однако в пресс-службе Департамента пенитенциарных учреждений говорят, что им пока об этом ничего не известно. Взять интервью у Влада Филата, бывшего лидера ЛДП, бывшего премьер-министра, а ныне заключенного тюрьмы номер 13. С такой инициативой выступила группа молдавских журналистов. Инициаторы идеи уверяют, что зарегистрировали свое ходатайство в Минюсте, Департаменте пенитенциарных учреждений и руководство самого пенитенциарного учреждения. Однако на просьбу корреспондента РТР Молдова подтвердить эту информацию, глава пресс-службы Департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя ответил, что пока такого запроса со стороны журналистов он не видел, а узнал о нем из прессы. При этом объяснил, какова процедура в таких ситуациях. Чтобы такая просьба была удовлетворена, кроме самого запроса должно существовать и письменное согласие лица, с которым планируется интервью. Пока же, по словам Панти, такого согласия Влад Филат не давал. На наш звонок адвокат Филата Игорь Попа не ответил. Напомним, экс-премьер Влад Филат был задержан в октябре 2015 года по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Филат считает себя невиновным. Его защитники называют дело политическим заказом. К другим темам. ЦИК представил предварительные результаты второго тура местных выборов в трех населенных пунктах страны. Голосование состоялось 3 декабря. Так, в поселке Сынжиро, муниципе Кишинео, около 54% голосов набрал представитель ДПМ Валерию Паяте. Опередила своего электорального конкурента представитель Демпартии и в селе Берлин с района Бречень. За Верику Оленик проголосовало почти 51,5% избирателей. Победил демократ Ион Бубуёк и на выборах в коммунии Лыпушна о районах Инчешц. После подтверждения результата выборов новоизбранным примарам будут вручены мандаты. Но вернемся в столицу и завершим выпуск новостями спорта. В минувшие выходные в молдавской столице состоялся открытый республиканский турнир по настольному теннису. Игры, посвященные памяти легенды молдавского настольного тенниса Григория Гринберга, прошли уже в четвертый раз. Федерация настольного тенниса Молдовы провела в эти выходные открытый республиканский турнир, посвященный выдающемуся молдавскому теннисисту, экс-чемпиону СССР Григорию Гринбергу. Открыл игры президент профильной федерации мастер спорта международного класса Владимир Семипядный. Помимо спортсменов из Молдовы в соревнованиях приняли участие гости из соседней Украины. Игры проводились в двух женских и трех мужских возрастных категориях. Не забыты были ветераны, для которых также был организован турнир. Среди младших девушек уверенную победу одержала Камелия Миренко, а в старшей возрастной категории Диана Гурски. У мужчин первые места в своих возрастных категориях завоевали Чезар Казмолич из Кишинео, Василий Харри из города Калараш и Вениамин Дубровин из Белц. Турнир памяти Григория Гринберга проводится в молдавской столице уже в четвертый раз. На этом информационная программа «Вести Молдовы» подошла к концу, но оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте rtr.md. До встречи в эфире. Продолжение следует...